Хватит бить посуду и радовать Путина. Меркель скандалит с Макроном. Статья на РИА новости за 27 ноября 2019 года. Иван Данилов. Для некоторых журналистов нет ничего интереснее, чем подглядывать в замочную скважину за личными отношениями ведущих мировых политиков. Зачастую результатом публикации этих подглядываний являются масштабные международные скандалы. Вот и публикация Нью-Йорк Таймс о жуткой личной ссоре между Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном стала не только поводом для сплетен и официальных заявлений немецкого правительства, но и поводом для беспокойства о будущем Европейского Союза. В изложении американских журналистов ссора между канцлером Германии и президентом Франции выглядит как конфликт, вызванный чрезмерно независимой и местами прямо антиамериканской политикой и амбициями французского лидера, а последней каплей стали слова Макрона о том, что у НАТО умер мозг. Впрочем, как справедливо отмечают авторы Нью-Йорк Таймс, список претензий к амбициям Франции состоит не из одного пункта и поводов для гнева у Ангела Меркель более чем достаточно. Источники американского издания утверждают, что канцлер заявил о Макрону буквально следующее. «Я понимаю ваше стремление к разрушительной политике», — сказала госпожа Меркель, — «но я устала собирать кусочки. Снова и снова мне приходится склеивать разбитые вами чашки, чтобы мы могли потом сесть и выпить чашку чая вместе». Цитата из Нью-Йорк Таймс. Стоит отметить определенный аристократизм высказываний немецкого лидера, которая, если информация Нью-Йорк Таймс верна, использовала риторический прием, более подходящий для британского монарха, чем для немецкого канцлера, но ее метафора действительно бьет в цель. Проказник Макрон однозначно занимается битьем посуды из сервиза мамочки Меркель. Однако маловероятно, что такие увещевания остановят деструктивную политику Макрона. Дело в том, что его действия, начиная от торговой войны с Вашингтоном и заканчивая заявлениями о том, что у НАТО умер мозг, это не каприза амбициозного и не сдержанного политика, а часть вполне по-своему логичного, хотя и очень амбициозного и рискованного, плана переформатирования Европейского Союза, а также резкого усиления роли Франции на мировой арене. В этом контексте разбитые чашки, на которые якобы указывала Меркель, это не проблема и даже не побочный эффект действия официального Парижа. Битье чашек – это как раз цель. Список битой посуды довольно внушителен. Уже упомянутая НАТО, в дееспособности которого у Макрона большие сомнения, Брекзит. Именно Макрон настаивал на том, чтобы вытолкнуть Великобританию из ЕС как можно быстрее и больнее для Лондона. Блокирование и расширение Евросоюза на Балканы, но самое главное – это французское видение будущего Евросоюза, которое с революционным напором рвет в лоскуты немецкое представление о том, что можно и чего нельзя. Показательно, что источники американской прессы приводят защиту Макрона только по одному из поводов германо-французской ссоры. Президент Франции якобы объяснил Меркель, что на предстоящем лондонском саммите НАТО он не сможет делать вид, что США и Турция ведут себя в интересах остальных стран-членов Альянса. Забавно, что эксперты, опрошенные Нью-Йорк Таймс, подтверждают, вопросы, поднятые французским лидером по всем направлениям европейской политики, вполне обоснованы, так же, как обоснована и его критика НАТО. Но они же считают, что такое нельзя говорить вслух. Аналогичный вопрос, почему такие вопросы нельзя озвучивать. Они дают прекрасный ответ, который в разных формах сводится к одному тезису. Признание проблем НАТО или Евросоюза радует Москву. А Москву радовать нельзя. Получается очень неприглядная картина. В официальном мире европейско-американская, а также части российской прессы, Россия это угасающая страна с падающим населением, хрупкой экономикой, у которой нет своего Голливуда и перспектив. Но при этом ведущие аналитики и официальные лица Европы, которым дают высказаться на страницах ведущего американского издания, требуют от президента Франции в буквальном смысле заткнуться, только чтобы не радовать эту самую Россию. В этом пристальном и эмоционально заряженном внимании к российской реакции и оценкам российского руководства, а также российских государственных СМИ, чувствуется зримое, яркое, чистосердечное признание в том, что все рассказы о никому не нужной, увядающей, никому не страшной и никому не интересной России – просто ложь. Нью-Йорк Таймс, например, пишет о нежелании Макрона пускать в ЕС балканские страны. Все это вызвало некоторую восторг у посла России в Европейском Союзе Владимира Чижова, который высоко оценил замечания Макрона и его вета на переговоры о вступлении в Европейский Союз с Северной Македонией и Албанией, которое Москва уже много лет старается предотвратить. Москва также работала над тем, чтобы подорвать НАТО и не допустить его расширения на Балканы, в Грузию и Украину. Официальный Берлин попробовал купировать скандал, вызванный публикацией деталей ссоры Меркеля Макрона. Как сообщает Yahoo! Франц на правительственной пресс-конференции в Берлине, пресс-секретарь Штефен Зайберт заявил, что между канцлером и Макроном не было ни жалоб, ни злости, ни раздоров. Он назвал Францию самым важным другом и партнером Германии в Европе. «Проблема в том, что экспертное сообщество, по крайней мере на Западе, склоняется к другой интерпретации франко-германских отношений. Я не видела их на таком низком уровне уже давно. Я редко видела такую обиду и отсутствие взаимопонимания», цитирует New York Times слова аналитика по вопросам безопасности ведущего немецкого экспертного центра, немецкий институт международных отношений и безопасности, который консультирует Бундестаг и правительство Германии по вопросам европейской политики и НАТО. Западные эксперты с ужасом ждут, что Макрон не только не остановится, но и пойдет дальше. От него ждут, что его следующим шагом в деле отделения Евросоюза от США станет заявление о том, что ядерным прикрытием Европы будет впредь заниматься Франция, а не США. Самое интересное, что в этом случае экспертов беспокоит в основном то, насколько сильно это понравится России. Мистер Макрон любит быть подрывным и задавать вопросы, которые другие не задают, по крайней мере, на публике. Но если он сделает это в вопросе ядерного сдерживания, сказала госпожа Мейджор, эксперт немецкого института международных отношений и безопасности, примечания редакции, это будет шампанское на льду в Москве. Если так будет продолжаться дальше, то следующим шагом будет медийная кампания против президента Франции, а ее основным тезисом будет Макрон, это агент Путина. Ибо признать то, что какой-то европейский лидер может искренне хотеть сделать Евросоюз самостоятельным и мощным геополитическим игроком, западные СМИ, политики и эксперты просто не могут. А для России такая ситуация, пожалуй, очень выгодна. Пусть европейцам и дальше из каждого утюга говорят о том, что агенты Кремля – это те, кто защищает их от балканских мигрантов и от необходимости платить за содержание американской армии. Лучшего пиара для России придумать просто невозможно. Иван Данилов. Хватит бить посуду и радовать Путина. Меркель скандалит с Макроном.